Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В Кирове 11.05. Это программа «Дневной разворот». Добрый день. Говорим мы, ведущая передача Николай Голиков и Владимир Шметанин. 31 мая. Сегодня последний день весны 2017 года. И с какой-то вот горечью, знаете ли, думаешь об этом. Весны как не было, так её и нет. Нет, ну сейчас весна вполне нормальная за окном. Где-то вот начало мая. Но я имею в виду прохладно всё-таки, прохладно. Легко одеться нельзя. И, кстати, вот накануне... Вот я легко оделась позавчера до сих пор. Есть немножко, да? Да. Накануне, да, главный синоптик области Марат Фрэнкель сообщил о том, что до середины июня лето не ждите. Ну, я так, утрирую. Ну, он так очень ещё оптимистично сказал, чтобы сразу всех резко не испугать, если посмотреть дальнесрочные прогнозы, по-моему, до конца июня ждать нечего. До конца июня, да. Поэтому вчера было забавно читать, что в Кировской области открываются 22 места для купания. Знаешь, как-то вот кажется, как будто зимой тебе об этом сказали. Экстремальный вид спорта. Экстремальный вид отдыха и вид спорта. Ну, сегодня, кстати, день рождения у исполняющего обязанности главы региона Игоря Васильева. Ему сегодня исполнилось 56 лет. И когда он приходил к нам на беседу сюда, мы его спросили, как будете отмечать. Он сказал, что я буду находиться в дороге на Петербургский международно-экономический форум. Вот так вот. Ну что ж. Да, давайте приступаем, собственно, к нашей работе, к нашим беседам. По традиции, два часа у нас дневного разворота. Во втором части мы будем подводить итоги предварительного голосования «Единая Россия», которое прошло 28 мая. Да, в прошлое воскресенье еще поговорим о программе развития нашего региона. И у нас в студии будут Владимир Быков, секретарь рекотделения партии «Единая Россия», председатель ЗАГС «Обрань» Кировской области и его заместитель Галина Буркова. И к этой теме у нас, кстати, приурочен вопрос. Давайте сразу его озвучим. Вопрос очень простой. На ближайшие выборы депутатов в Гордуме в качестве избирателя. И четыре варианта ответа. Я пойду, я не пойду, я еще не определил себя, не определилась. И четвертый ответ, как всегда, а что, разве будут выборы в Гордуме? Голосуйте на сайтах «Кирова.ру» и на нашей странице ВКонтакте. Ну, а в первом части у нас абсолютно другая тема, не политическая. Хотя, как повернуть, мы будем говорить о том, что в нашем городе вот-вот состоится конгресс IT-специалистов. Но мы как-то уже привыкли к тому, что периодически какие-то форумы, собрания, конгрессы проводят медики, учителя, промышленники, предприниматели. А вот для чего айтишники собираются вместе, нам, наверное, с Николаем немножко непонятно. Какие у них там проблемы? Обо всем об этом нам сегодня расскажет Антон Зимцов. Это руководитель клуба IT-директоров Кировской области. Антон, добрый день. Здравствуйте, коллеги. Добрый день, Антон. Я чуть ли не в первый раз услышал о том, что у нас такое масштабное мероприятие проходит. Вот именно съезд конгресс IT-специалистов в шестой раз уже будет проводиться. В шестой. Говорят, город маленький. Город маленький. Мы посмотрели, конечно же, анонсы, и из них понятно, что это собрание очень важное, нужное, очень масштабное. Большинство айтишников нашего региона будут присутствовать, будут гости из других городов. Да, все верно. На самом деле, если коротко... Что это такое, да, вообще? Коротко вступительный момент. Обрисую, что такое конгресс. Дальше мы начнем уже с вами диалог в режиме вопрос-ответ. Привет. Конгресс — это основное мероприятие нашего кировского IT-сообщества. Так, на минуточку, у нас в кировском IT-сообществе, в клубе IT-директоров Кировской области, порядка там 370 членов клуба. 370 директоров, то есть, получается? Там не только директора, но и ведущие специалисты. А сколько вообще у нас IT-компаний, раз уж так разбираться? Вот я как раз хотел выяснить, здесь думаю, 370 директоров, то сколько же компаний? Мы говорим про руководителей IT-подразделений. Это не IT-компании. Это люди, которые рулят информационными технологиями как инструментом достижения какого-то конкурентного преимущества на своем предприятии. Речь не об IT-компаниях исключительно. Мы вас предупреждали о том, что мы, в общем-то, далеки, наверное, от этой темы. Давайте максимально просто. Это прекрасно. Вот информационная технология, вот эта сфера, она как представлена вообще в нашем регионе? Ну, вот давайте начнем. Что это же за люди? Что это за фирмы, организации? Давайте утрясем понятие. Информационная технология на предприятии — это всего лишь на всего инструмент. Это передача, получение, обработка информации и так далее. Вот все эти моменты. Очень часто мы его сравниваем с… Это инфраструктура, да? Если говорить про IT, там железки всякие, да? Очень часто мы сравниваем это с работой сантехника. Вот у вас есть вода. Ну да, которая обеспечивает, собственно, циркуляцию. Да, 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 всю инфраструктуру. Только дело в том, что если у вас, например, сломалась канализация, вам сразу плохо. А если у вас сломалась IT, может, не всегда даже заметите это, да? Но, в принципе, если от шутки перейти к реальности, это действительно без… Сейчас информационные технологии, я имею в виду связь, коммуникации, коллаборейшн с взаимодействием друг с другом, людей, профессионалов, специалистов на одном… Мы говорим только про предприятия, про компании. Хранение данных и так далее — это уже до такой степени само собой разумеющееся, что воспринимается как действительно, какие-то коммунальные услуги. Вот. Есть второе направление. Информационные технологии как информационные системы. Здесь речь про… Это больше про управляемость, про скорость и про прозрачность. Ну, в общем-то, вещи, дополняющие друг друга. К примеру, мы говорим об информационных системах класса ERP. Это система управления ресурсами предприятий. Класса CRM, там, системы управления взаимодействием с клиентами. Там, PLM-системы, системы планирования производства и так далее. Это фактически учетные системы. Ну, то есть, если раньше все это дело работало и раньше, и без IT, на самом деле. Просто при… В другом виде только, в другом формате. Бумажки. Бумажки, да. Да, конечно, бумажки и обыкновенные бизнес-процессы. То есть, сейчас только не ходит ни бумажка, сейчас ходит там пакет данных какой-то, да. То есть, это в любом случае какой-то программный продукт, да? Конечно. Программное обеспечение. Да, мы говорим про логику программного обеспечения, да. Вот. И подобного рода системы, они позволяют на предприятии практически в реальном режиме времени видеть ситуацию. Ситуацию по клиентам, ситуацию по складу, ситуацию по жизненному циклу изделия. Ну, то есть, ситуацию на производстве. Соответственно, мы видим все это в реальном режиме времени. Мы можем как-то планировать и как-то этим управлять гораздо более быстро. У нас нет чего-то там, ну, точнее, скажем так, в идеале нет чего-то неучтенного. Вот. Это управляемость, еще раз возвращаюсь, управляемость, скорость и прозрачность. Прозрачность. Да, все равно. Ну, мы в данном случае, да, так проще говоря, говорим о разного рода предприятиях, да. Будь то торговля, будь то производство. Вот эти все информационные системы внедрены как раз-таки здесь. Да, все верно. То есть, скажем так, в зависимости от зрелости предприятия, в зависимости от того, насколько критична скорость их бизнес-процессов и прозрачность управляемости. От этого зависит, насколько глубоко, насколько мощные инструменты, информационные системы внедренные на предприятии. Вот. И резюмирую дальше. Точнее, идем дальше. У нас есть, сейчас, точнее, появился новый класс информационных систем. То есть, мы, еще раз скажу, да, мы говорили про эти инфраструктуры, которые на предприятии, там, водопровод, канализация, примерно из этой же области, да. То есть, вся телефония, там, связь. Смысл тот же, да, чтобы обеспечить, собственно, работоспособность, жизнеспособность. Это учетные и информационные системы, о которых я сказал, они позволяют еще планировать. И третий класс, это системы, которые сейчас набирают популярность, они дорогие, но они дают очень мощное конкурентное преимущество. Это системы, основанные на искусственном интеллекте, основанные на бигдейте, на больших данных. То есть, когда уже система не требует внимания человека, она сама способна рассчитывать, просчитывать, принимать решения, или все-таки человек остается главным? Я бы сказал так. Подобного рода системы находят, во-первых, анализируют поступающие данные со всех сторон в большом количестве. Любое предприятие генерирует огромное количество данных сейчас. Просто мы эти данные часто не учитываем, либо не придаем им значения. Приведу пример попозже. А машина, собственно, придает им значение, учитывает их. Технологии бигдейта там учитывают, собирают эти данные, учитывают и находят скрытые закономерности. Ну вот, к примеру, давний пример. Давайте как бы простой пример такой. Ну, он довольно наглядный. Вы знаете, есть такая технология открытых данных. Ну, что-то слышали. Другими словами, сейчас государственный, для того, чтобы государство, окей, в государстве внедряются такие же информационные системы. Государство точно так же рассматривается, как, можно рассматривать, как большую корпорацию. Вот, соответственно, корпорации нужна управляемость, прозрачность и скорость принятия решений. Почему бы не использовать те же самые системы? Государство генерирует огромное количество, огромные объемы данных. Эти данные у нас, ну вот, элементарно, да, за эти данные мы принимаем, например, это городской транспорт, расписание, маршруты и так далее. Это все оцифрованные данные. Но, кстати, ЦДС у нас активно занимается внедрением этих информационных технологий. На самом деле, да, у них очень интересные, серьезные продукты, которые сейчас... Ну и, насколько мы знаем, там довольно квалифицированные ребята работают. Я бы сказал, там очень квалифицированная постановка задачи начинается. То есть здесь мало сделать, нужно еще уметь обрисовать концепцию. Поставить задачу, собственно, да. Ребята уже и в Германию приглашают, насколько я знаю, реализовывать свои эти... Разработки. Да, да, да. Отвлеклись. Значит, открытые данные — это бюджет, это исполнение бюджета. То есть это все оцифрованная жизнь государства. Это количество, это, скажем так, это погода. Это тоже оцифрованные данные. И огромное количество вот таких данных там... Та же статистика вся полностью... Дело в том, что... Если не вообще, все. Разница между данными и статистикой. Статистика, она собирается по срезам временным, да. Это мертвые данные. А открытые данные, концепция открытых данных — это когда данные меняются в реальном режиме времени, и вы имеете эту информацию. То есть вы, имея вот эти данные, можете принимать управленческие решения в реальном режиме времени, а не по факту, когда уже что-то свершилось. Антон, простите, мы сейчас должны сделать небольшую паузу. Ну что, небольшой ликбез у нас получился такой, да? Ну я что-то не понимаю. Сделать, как мы въехали немножко в тему. Окей, после перерыва расскажу. Давайте буквально полминутки переверемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается дневной разворот. Мы говорим о конгрессе IT-специалистов, который завтра начинается в нашем городе. Антон Зимцов у нас в гостях, руководитель клуба IT-директоров нашего региона. Давайте закончим там, да, вот с... Вот насчет того самого премьера по работе. Да, с премьера по работе. С открытыми данными. Открыть данных, вот еще немножко, и перейдем, собственно, к конгрессу. Вот сам пример. Значит, ребята, по-моему, из Питера, сейчас не буду называть имен и компаний, решили открытые данные по застройке по старому жилому фонду и по новому жилому фонду. У них были данные, кто, сколько человек живет, где что строится, где что стоит. И они решили скоррелировать, то есть сравнить эти данные с количеством посещений людей в больницы. И вот интересная закономерность выявилась. чем в новостройках больше всего посещают больницы мужчины возраста 30-40 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Почему? Сложный вопрос. Ну, логика наверняка есть какая-то. А логика простая, на самом деле. Закономерность, она не очевидна, да? Это задача была для планирования постройки медицинских центров. Где ставить, в каком месте. Может, это связано с высотой проживания? Нет. Это оказывается связано с тем, что сейчас большинство... Черновые отделки квартир? Да. Жилой фонд, новый жилой фонд. Покупают молодые семьи. Молодая семья — это мама с ребенком, она сидит дома. Папа — 35 лет. Работает фактически за троих, за четверых. Они еще купили новостройку. А потом еще можно в ипотеку. Еще в черновой отделке. В черновой отделке. Тут не у каждого сердечко выдержит. Два года в таком режиме. И вот стройте тут медицинский центр сердечно-способности. Лично для себя не хочу такого будущего. Хотя как раз-таки в этом возрасте нахожусь. Понятно. А это был заказ какой-то, да, непосредственный? Да, это был заказ проанализировать. Вот просто другими словами. Ворочая вот такие данные, да, можно получать очень неочевидные, но серьезные, интересные закономерности, которые могут повлиять на нашу жизнь. И полезные при этом, да? В данном случае понятно уже, где размещать. Практическое применение уже все, ясно. Оно железобетонное. Окей, ребят, давайте про Конгресс. Давайте про Конгресс. Кто на него соберется, кто приедет, какие темы будут обсуждаться, насколько важно вообще встретиться, пообщаться. Сразу вот я тут читаю, три буквы перед словом Конгресс — это CIO. Это что такое? CIO? Да, наши коллеги очень часто шутят. Переводится как «Career is over». Конец карьеры. Шутка. Это Chief Information Officer. То есть человек, управляющий информацией на предприятии. Опять же, мы тоже для понимания, да, там немножко градируем. Есть начальник IT-отдела. Это тут самый, условно говоря, сантехник, да, который… Это ничего плохого в этом нет. А слово «сисадмин» сейчас вообще пропало? Да куда им делось-то? Нет, конечно. Просто разные уровни. Сисадмин — это линейный сотрудник. СИО, CIO — это… Управленец, менеджер, собственно, да. Вот. Мы можем говорить про инфраструктуру, а можем говорить про бизнес-задачи, которые решаются IT-инструментами. Вот. Мы не про IT, мы говорим про бизнес. IT всего лишь инструмент. И такие люди, CIO, бывает, часто входят в советы директоров. Вот. Это уже директора по IT или CIO, как мы называем. Топ-менеджеры, собственно, в компаниях. Да, да, все верно. Это не зависит… Это не только от зрелости зависит. В общем, окей, давайте про Конгресс. Да. Значит, шестой уже год. Клубу семь лет, Конгрессу шесть лет. Клубу, собственно, и принадлежала идея? Проведение. А вот интересно. По России одно время существовало там порядка 30, по-моему, трех или четырех клубов IT-директоров. Головы, как таковой, не было. Было такое, ну, сообщество руководителей клубов. Из живых в России, по-моему, сейчас около там пяти-шести осталось. Таких, чтобы вот, ну, действительно, сообщество прокачивали, что называется. Что такое произошло? Каждый сам за себя? Выгорает люди. Выгорает люди. Выгорает люди. Меняется все в этой жизни. Я думаю, что это, ну, была определенная мода на это дело. Вот. Конгресс все-таки. Это основное мероприятие. Мы привлекаем сюда порядка 65-70. На нем присутствует процентов кировских компаний в лице IT-руководителей. В этот раз на конгрессе, чему я очень рад, в этот раз на конгрессе присутствует порядка девяти-десяти генеральных директоров кировских и не только кировских предприятий. Вот. И основа... Ну, для примера, что за предприятие? Ну, Илья, правда. Это промышленное сельское хозяйство. Это банк Хлынов. Это ВетГУ. Коммерческий банк Хлынов. Это Ростелеком. Это компания Железно. Это кировская малышная компания в лице Евгения Самойленко. А, ну все, все, уровень понятия. Уровень достаточно высок. Да. Ну, можно не перечислить, Антон. Вот. Значит, мы поговорим о том, как... Ну, разговор SEO и силу. Без переводчика. Назвали мы основной панельную дискуссию. Должен ли SEO... SEO — это генеральный директор, да, там... Должен ли генеральный директор ориентироваться в информационных технологиях? Голова же не резиновая, да? Ему же не надо... Что-то все-таки... Ну, безусловно, должен. А должен ли? И в какой степени тогда, если должен? Ну, хорошо, если у него вот в непосредственной связи вот этот вот управленец айтишный, и он ему все будет подсказывать, объяснять и рассказывать. Ну, уровень какой-то базовый хотя бы должен, да, все-таки быть у основного руководителя фирмы. Не знаю. Вопрос очень спорный. А как вообще система-то строится? Система строится? А постановка задач как происходит? Отлично. Вот, смотрите, для примера, да, если раньше было до кризиса, скажем так, была ситуация, когда... До какого из них кризиса? Хорошо, пошутил, да. Мы в постоянном, в постоянном... Такая грустная шутка, правда, да. До последнего. До последнего, хорошо. Была такая, скажем так, ну, неформальная тема быстрее, выше, сильнее, мощнее, да, по закупке там всякого железа, всякого ПО и так далее. Ну, очень утрированно, но тем не менее. То сейчас основная задача экономичнее и управляемее, в общем, скажем. Но с тем же эффектом? Или еще более эффективнее? Получится эффективнее. Почему бы нет? Ну, другими словами, если мы, например, берем, стоим перед вопросом, это я по поводу принятия решения, да, генеральным директором, открывать филиал свой на Дальнем Востоке или внедрять СРМ-систему, да, ресурс только на что-то одно. То есть, если раньше просто внедрялись в СРМ, то сейчас будут думать либо то, либо другое. Причем, вроде где логика, да, СРМ-систему, всему взаимоотношению с клиентами, либо удаленную офисную. Но, если посмотреть с точки зрения бизнеса, в среднесрочной перспективе доход может быть получен либо от одного, либо от другого в сопоставимых цифрах. И мы говорим про IT не как вот самоцель, да, вот мы хотим, как у всех там, или хотим. Сейчас мы найдем, внедрим IT, и наш бардак станет автоматизированным бардаком. Нет, это не волшебная кнопка, это всего лишь инструмент достижения, он дорогой инструмент, но в некоторых руках объективный. Так вот, мы поговорим о том, должен ли СРМ ориентироваться в информационных технологиях. Вопрос спорный. IT глазами генерального директора это конкурентное преимущество или вынужденное зло? Вот затраты или инвестиции, как мы, опять же, мы не можем посчитать. Мне кажется, эти вопросы, они вроде бы, по идее, должны быть давно уже решены. Неужели проблема существует до сих пор? Проблема, в самом деле... Вкладываться или не вкладываться. Вполне возможно, что в разных случаях по-разному должна решаться эта проблема. Проблема гигантская, потому что если мы с вами открываем магазин, то мы можем посчитать, какую прибыль спрогнозировать он нам принесет, опираясь на те условия, которые есть. То есть, если мы внедряем с вами какую-то информационную систему, прибыль от ее эксплуатации, мы посчитать с вами очень редко можем. Мало исходных данных или что? Неочевидные... Принцип конечной неопределенности, то есть, в конце он получается. Хорошо, давайте... Может принести, может нет. Давайте сравним. У вас смартфон или обыкновенный кнопочный? Смартфон. Два телефона, оба выполняют одну и ту же функцию. Звонилка, получалка смс-ок и рассылалка точно так же. А почему у вас смартфон, он же дороже. Зачем вам этот инструмент, дорогой? Потому что в тех же мессенджерах достучаться до человека гораздо проще, чем дозвониться. Отлично. Вот вы инвестировали в свой смартфон, вы достучались до кого-то, дозвонились. А посчитайте, вы можете посчитать, сколько вы денег сэкономили или заработали благодаря этому? Вообще даже мысли такой не приходило, честно говоря. А разница между обыкновенной Nokia кнопочной за 1000 рублей и смартфоном за 25-30-40, она большая. В 40-30-40 раз. Цену мы имеем в виду. Вы зачем-то инвестировали в инструмент тот же самый, фактически. Но посчитать, головой осознаете преимущество, а вот в цифрах у вас вряд ли получится. Изголиться можно, но в первом приближении действительно как посчитать. Вот у информационных технологий так же. Вроде преимущество видим, видим, что дорого стоит, понимаем, что мы можем решить свои задачи, но сколько это денег нам сэкономит или заработает, дофиг его знает. И эта проблема, она будет и дальше оставаться, или все-таки какая-то определенность однажды возникнет? Система как-то изменится, а система каким-то таким образом изменится, что и этот вопрос прояснится? А возникнет. Я думаю, что через... Она уже сейчас практически возникла. Тенденция такая. Если раньше вы платили за продукт, то сейчас вы платите за услугу или сервис. Вот у вас есть автомобиль, правильно? Вы ездите сами, вы знаете, сколько вы на бензин заливаете и так далее. Я вам гарантирую, 15-20 лет, может быть, не совсем в нашей стране, но автомобиль будет как услуга. Вы будете платить не за бензин, за техосмотр, вы будете платить за услугу доставки из точки А в точки Б. То есть прокат? Неважно. А вы знаете, что, например, у Мишлена шины продаются сейчас. Там некоторые категории шин, если я не ошибаюсь, то ли у грузовиков, то ли у гоночных болидов. Они продаются не как шина, они продаются, точнее, оплачиваются как сервис по прохождению, по пробегу. Это выгоднее получается в итоге? Да не выгоднее. Это другая модель. Один раз вы заплатили и много заплатили, и сидите спокойно, пока вещь не состарится или морально не устареет. Сейчас все IT, все информационные технологии, это мы к вопросу о том, как посчитать, переходят в режим сервиса. У вас, наверное, есть ряд приложений на телефоне, за которые вы можете ежемесячно оплачивать. Есть такие, уверяю, в общем, весь мир катится к этому. И тогда вы будете четко считать, мы купили, мы столько-то ежемесячно платим, а по среду мы год назад купили этот сервис, и у нас так-то увеличились или уменьшились расходы или прибыль. В общем, к конгрессу, коллеги. Давайте уже после рекламы. После рекламы договорились. Нужно будет ускоряться, мы тут очень много таких теоретических сведений получаем. Мне это, на самом деле, интересно, конечно, и задумываешься над вещами, на которые особого внимания ты не обращал раньше. Да вы не льстите, коллеги, мне кажется, это все знают. Абсолютно не все. Абсолютно, я убежден, по крайней мере, в этом. Итак, реклама, скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В нашем городе пройдет шестой уже по счету Конгресс IT-специалистов. Антон Зимцов, руководитель клуба IT-директоров Кировской области у нас в студии. Мы получаем очень много интересной информации. Давайте все-таки еще пробежимся по программе этого IT-конгресса. И да, кстати, Антон, могут ли поучаствовать в данном мероприятии люди, которые пока еще профессионально не связаны с этой сферой, просто интересуются. Можно приехать посмотреть, послушать? Смотрите, цель Конгресса, на самом деле, это, в первую очередь, это площадка для общения офлайн-профессионального. Ничто не заменит личных взаимоотношений, ни одной информационной технологии. Это возможность. Основная работа идет в кулуарах. Это возможность договориться с друг другом о чем-то, обменяться опытом. Специально позиционируем мероприятие как закрытое. То есть, более того, многим людям я даже отказываю в присутствии. По той простой причине, что качество участников определяет само качество Конгресса. Если есть люди, которые с IT мало связаны, или задачи которых мы сейчас прибежим, тут и маркетинг вам наделаем в свою сторону. Ребят, ну нет. Извините, пожалуйста, но как бы качество общения прежде всего. Ну и, соответственно... Нет, а хотя бы, например, дать возможность этим ребятам посидеть где-то в сторонке. Ну вот вы нас послушаете, профессионалов. А смысл? Это глубоко профессиональные вещи. Вот вы же не пойдете, например, на конференцию по перинатальной медицине, например. Почему не пойду? Если время будет, схожу. Ну вот, это из-за разряда есть время, значит, проблемы в это самое. Во времени. Ну, я бы сказал, мы бездельники. Ну хорошо, профессиональное сообщество, да. По итогам этой конференции, собственно, вот, не знаю, какие-то программные решения какие-то будут приниматься. Какой-то вектор дальнейшей деятельности будет задан. Представляете, там почти 100 человек, именно людей, принимающих решения, влияющих на принятие решения в IT-сфере. Они между собой пообщаются. Они зарядятся контентом, который принесут нам спикеры. Соответственно, пообщаются и на эту тему. Они уйдут оттуда с новыми связями, с новыми идеями, с пониманием, к кому и как можно обратиться, чтобы прокачать свой опыт дальше. Очень часто бывает так, что просто физически не понимаешь, куда пойти со своей проблемой. Вот есть у меня на предприятии задача внедрения чего-то, там, того же 1С, там, по нагруженности серверов и так далее. Варясь в собственном соку, IT-шники это все-таки больше интроверты. Варясь в собственном соку, они, конечно, интернет помогает. Но пообщавшись с людьми, которые уже это сделали, это дорогого стоит. Это первое. Второе. Мы видим, завод за эти годы, благодаря Конгрессам, в том числе, работе клуба, сплоченности IT-кировского IT-сообщества, люди стали уже друг друга знать. Мы уже друг другу в гости ходим. Мы встречаемся там без галстуков, покурив сигары, обсудив свои насущные профессиональные задачи и проблемы. В общем, личное общение для вас тоже имеет большую роль, большой ценности. Основная тема, да. Ну, вот из именно Конгресса, скажу там еще парочку. Первое, это разговор генеральных директоров с IT-директорами. Вторая изюминка, это обмен опытом наш IT-проект. Как понять, мы заработали или потеряли? Где IT-директора с короткими спичами выступят друг перед другом. И мы расскажут о своих проблемах, покажут. О своем опыте. Да. Удачно были и неудачно. Да, но они прокачивают в том числе и свою персону, как. После таких мероприятий люди свою ценность на рынке повышают на кадровом. Это правда. У нас есть люди, которые из системных администратов поднялись до заместителей генеральных по ИТ за вот это время. И тема, которую мы впервые обсудим, это профессиональные выгорания. Это вот то, о чем мы говорили, что сообщество выгорает постепенно. Сначала была масса объединений, да, что-то решение. Нет, я скажу про другое. Есть большая проблема везде. Это профессиональные выгорания, когда вы приходите на работу, и вам уже ничего не хочется, вам уже глубоко плевать, что о вас скажут или подумают, или какие действия там будут у вашего руководства. В общем, входите вы уже по инерции, и как все это уже надоело. А что приводит к этому выгоранию? И что с этим делать? А эти специалисты, какие факторы этому способствуют? И как его избежать? Мне это интересно. А у вас никогда не было? Я вам завидую, коллеги. У вас действительно интересная работа. У нас действительно интересная работа. У нас интересная работа, и в первую очередь интересная за счет того, что мы встречаемся с людьми, представителями, которые представляют разные... Да, в том числе, посещая и Конгресс по периментальной медицине. Вот, вы ответили на этот вопрос. В каком-то смысле мы такие вот вампиры, да? Вампиры, да. Вампиры, да. Ну, извини, если я с 80-го года в этом бизнесе нахожусь, у меня до сих пор все интересно, то... Вот. То есть я точно пока еще не выгорел. Вот отличный рецепт, мы вас препарируем. Посмотрим, как, почему так происходит. Изучим, издушим. Да. Ну, а все-таки, может, у айтишников есть своя какая-то специфика? Ну, специфика. Все-таки, это больше интроверты. Люди, которые... Или там... У которых структурированное мышление. Люди, которые... Нет такой возможности так часто с интересными людьми, как у вас, встречаться и общаться. Иногда... Из-за того, там все время что-то новое, есть какие-то новые разработки, новые темы, новые идеи. Это же такой быстро развивающийся отрасль все-таки. Ну, сколько людей, столько и мнений. Ребят, выгорание, оно, правда, существует. В любой профессии. Да, в любой профессии. Когда теряешь смысл, этому есть причины. Есть там два варианта. Не допускать его. Либо, окей, допустил. У меня вот есть несколько ребят, которые из начальников IT-отделов, из директоров по ИТ. Говорят, слушай, вот всю жизнь хотел заниматься одним, а занимаюсь другим. Жизнь идет, да ну его нафиг это, IT, устал я. Буду, открою свое кузнечное дело. И открывает? Да. Но это не только в IT-технологиях. Это сейчас много где происходит. Да, но мы говорим про IT, и поэтому это в любом месте. Да. Ну и разговор на Конгрессе, вот он к чему может привести? Мы факт этот приводим, всем этот факт известен. Что с этим делать, как-то будет? Вопрос обсуждается. Дело в том, что... Вот вы сами спросили меня, да, а что такое выгорание? Я думаю, что это был искренний вопрос. Безусловно. У людей, которые, все-таки, еще раз подчеркну, более интровертные, чем вы, коллеги, часто, как бы задним томом понимаешь, что у всех так. Но находясь в этом состоянии, ты находишься сам в себе. Такой клуб анонимных алкоголиков. Да, тут раз, а тут сосед-то тоже алкоголик. А давайте это. Не так это самое. Как ты выходишь от АК? Иногда вот хватает одного слова, которое в точку попало, чтобы человек... Все, я все понял. У меня все стало на свои места. Я пошел дальше. Я вышел из этой ситуации. То есть, как минимум, не надо... Мы не будем искать выходы. Мы пообщаемся. Вот в режиме на них алкоголиков, я бы сказал так. Они, в общем-то, алкоголики, то ищут выход на самом-то деле. То есть, за счет вот этого общения, это и есть выход. Ну, попробуем. Попробуем. Желаем в этом плане, конечно, удаться. Вы еще упомянули там, что какие-то спикеры, вот по части спикеров, кто-то приезжает из других городов, да? Да. У нас очень интересные гости. Каждый раз на конгресс приезжают ребята из Москва, Тюмень, Казань, Нижний, Санкт-Петербург. Вот у нас в этот раз будут ребята из руководителей направления IT-сервисов. Газпром нефть Алексей Солнцов. Ну, Газпром-то, наверное, в IT вкладывается. Я бы сказал, это у них одно из сервисов, которые позволяют управлять бизнесом. Очень расширенные они. Они не только в России. Он управляет сервисами не только в России, но и в странах зарубежья. И сервис — это тот инструмент, который позволяет держать все это в одном... Машину всего-то управляемой делать. Дальше там коллеги из Москвы, там Евгений Царев, который один из, я бы сказал, у нас единицы по России экспертов по информационной безопасности с юридическим образованием, которые решают, скажем так, проблемы предприятий и IT-директоров. Не только... Ну, вот смежно, да, вот где информационная безопасность и юриспруденция. На стыке этого очень интересные вещи получаются. Ну, безусловно, да, проблема защиты и проблема безопасности, она очень актуальна. Алексей Тимошов — генеральный директор компании «Аксилот». У нас здесь один из крупнейших интеграторов по 1С. И у нас в Кирове находится центр компетенции, центр разработки. Все, ну, как бы лучшие 1С-ники Кирова сидят у них на площадке. Они работают со всей страной, с Иркутском, там, с Дальним Востоком, с Западом. Ну, в общем, это гигантские проекты. Именно кировские специалисты сотрудничают с другими регионами и странами. Кировские специалисты пишут программные... Интегрируют и пишут программные продукты на основе 1С для крупнейших предприятий. — Эти ребята приехали к нам или они местные, взрослые здесь, обученные здесь? — Вот, последние. — Обученные, да? — Это ребята, которые, скажем так, «Аксилот» подчистил весь рынок 1С-ников, собрал у себя на площадке Кировской. — Монополист такой. — Ну, не скажу, что монополист, но вот рынок имеется в виду, рынок трудовой, кадровый. Вот, кто у нас еще будет? — Минута остается у нас. Ну, в принципе, я не знаю, кому дадут что-то имена. Просто коллеги, кто слышит меня сейчас, приходите, будет интересно. — Недавно Антон сказал, что не пустим кого попало. Сейчас уже приходите. — Приходите. Ну, хорошо, хорошо. Приходите, не кто попало. — Кто попало, не приходите, точнее. — Ну, вы меня затроллили совсем. — Всю информацию, конечно, нужную и полезную по этому конгрессу вы найдете без проблем в сети. — Я думаю, люди, которые в этом мире живут, они как бы в теме этого конгресса, они придут. А так просто, на самом деле, вы же сказали, что с улицы людей нам не нужно привлекать туда. — Да им самим будет неинтересно. Просто, как говорится, качество. — Хорошо, спасибо большое. Антон Зимцов рассказал нам о том, что в нашем городе пройдет конгресс IT-специалистов. Руководитель клуба IT-директоров Кировской области напомню. Всего доброго. Удачи. — Спасибо большое. — Удачи. — Очень рад был пообщаться. — Не выгорайте. — Ну, куда уж. — Старайтесь. — Не прощайтесь, Николай. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо. — Спасибо.